Приветствую всех зрителей, с вами Ктархонт, и сегодня на самом деле очень интересная игра у нас будет в ролике, необычная, которая подойдет далеко не всем, и я уверен, что не всех она заинтересует, но я вам хочу о ней рассказать. Это глобальная 4Х стратегия, ММО стратегия, то есть она в онлайне с другими людьми в открытом космосе, и это очень интересная тема. Таких игр не так много, и они не очень-то активно развиваются, они не имеют огромное количество поклонников, но это не делает их менее интересными. Наоборот, этот жанр очень интересен, сложен и разнообразен. И когда со мной связались разработчики данной игры и сказали о том, что вот есть такая игра, и можешь ли ты ее показать, я был на самом деле рад. Это не какая-то игра, где куча доната, где вас заставляют платить, чтобы получить какие-то преимущества, быстро раскачаться, стартануть и нагибать всех. Нет, это игра, которая вас именно погружает в геймплей. И здесь сразу же стоит запомнить о том, что игра медленная. Она сейчас доступна в стиме, стоит в районе 460 рублей для СНГ. Но давайте с такой вводной частью все, и перейдем к игре. Здесь надо будет зарегистрироваться, я уже сделал, Катрахонт, видите, да? И здесь есть разные виды игр, которые будут дополняться. Это открытые миры, малая игра, главная, ветеранская игра, и для доступа каждой из них нужны свои условия. То есть вас не бросят сразу же к ветеранам этой игры, к сложностям, к трудностям. Вам дадут развиться в маленькой игре, потом, когда вы заселите там 7 планет, вас переведут в главную игру, и так постепенно в ветеранскую. То есть понемножку, понемножку вы будете усложнять свою игру, свое окружение, естественно, больше взаимодействовать с другими игроками и глубже погружаться в игру. Но давайте начнем с маленькой игры. Ими игры с кирмиш, как видите, один огромный, а плотность 387, сколько у нас тут игроков показывает, и запуск. Давайте присоединяемся. На старте доступно 5 разнообразных видов. Это земляне, синтез, народное государство, рипча и снизирял. Как вы можете заметить, у каждой из этих раз есть свои ключевые особенности, плюсы, минусы. То есть тут надо, естественно, подбирать под себя. Кроме того, есть особенности самой цивилизации, то есть где она может жить, какие у нее особенности в атаке, в защите, в отношении количества воды и так далее. И небольшое краткое описание тоже у каждой из, скажем так, фракций, буду я ее так называть для удобства, тоже имеется. И остановлюсь все-таки на народном государстве. В принципе, это быстрый рост, как и у землян. Также сильные корпуса кораблей многоцелевые, малые корабли. Да, тут нет силовой брони и затраты на строительство повыше корабля. Но мне как-то они больше, на самом деле, зашли. Знаешь, что такое народное государство? Само название ролика, да и его идея, и воплощение это в 4х стратегии будет достаточно, наверное, неплохо смотреться. Также меня завлекли немного змеи, из-за их особенности кровавой жажды, то, что у них бонус силевой, скорость у населения и счастья от поедания другой органической цивилизации. Да-да-да, такие тут тоже есть, но давайте начнем за народное государство. На старте в игре, кстати, есть обучение, ну, советы, проще говоря, здесь можно, естественно, почитать, основные моменты ознакомиться и понять, что к чему, про качество графики и так далее. На этом я задерживаться не буду, то есть сами увидите, сами прочитаете в этой игре все, и базу такую, с помощью которой уже сможете начать активно играть, вы будете иметь. Вот наша стартовая система, если что, мы всего-навсего на одной планете, расположено 220 тысяч у нас населения. Рядом с нами три корабля для колонизации и один скаутский корабль расположен. Как видите, у нас есть главная звезда, но будем называть ее Солнцем нашим с вами. Есть ряд скоплений, это ресурсы в данной игре, то есть сюда можно корабль отправлять, он будет собирать разные виды ресурсов. К примеру, вот здесь вот, как видите, подсвечивают, что мы сможем с вами добыть. Это просто разнообразный астероид, да со скоплением полезных материалов, которые будут нужны для строительства. Планеты изначально, как видите, неизведаны, и поэтому надо брать, естественно, скаута и отправлять, чтобы он исследовал. Узнал, можно ли туда засаживаться, можно ли использовать эту планету в будущем для чего-нибудь. Все эти исследования необходимы, так как можно достаточно быстро и активно поначалу расселяться, все планеты в рост пускать. Выбираем своего скаута, ну и давайте исследовать. По времени, тут все в реальном времени, то есть реально тебе пишут, что 30 секунд он будет сюда лететь, тебе эти 30 секунд ждать и надо. То есть быстрее здесь никак не произойдет, здесь нету кнопки какого-то ускорения, здесь все в реальном времени происходит. Пока он летит, давайте-ка посмотрим на свою родную систему. Здесь нам показывают корабли, которые на орбите есть, это все планеты в системе. Космопор, то, что у нас здесь построено и на котором мы можем создавать новые дизайны, но об этом чуть попозже. И, собственно говоря, ресурсы, добыча, сколько у нас идет, про окружающую среду, про цивилизацию, по приросту, по количеству у нас, как видите, народу, по трудоустройству, по науке, по энергии, сколько доступно, также по обороне. Естественно, здесь очки космопорта и очки строительства. Давайте на строительство перейдем. Здесь достаточно много зданий, при том, как постепенно видите, они пока недоступны, но тоже будут. Они делятся по основным категориям, которые, естественно, можно убирать, открывать и как удобнее уже подбирать под себя. В основном, вначале, как это понимаете, разные фермы на основные ресурсы, ну и на защиту бараки. За это время наш скаут прилетел и вот он раскрыл нам информацию о планете. Сколько у нас тут ресурсов каких имеется, также характеристики окружающей среды и тут даже просто цветом нам показывают, что данная планета не подойдет. То есть да, исследовали хорошо, но сюда засаживаться смысла не имеет. Погнали искать другую планету. Хотя да, это изначально тоже информация есть про окружающую среду, можно сразу же увидеть, что вот на эту планету Крюр мы можем залететь. Не обязательно каждый раз скаут, отправили скаут, вообще нужен, чтобы просто понять, что на этой планете есть. Если, извините меня, планета очень богатая, то имеет смысл даже не на очень подходящую залететь и колонии это там оставить. Если по интерфейсу, то тут у нас сколько научный потенциал, проще говоря, сколько научных очков. Это доход, наши монеты, они идут в основном с налогов от населения, сколько колонизированных планет. И такая достаточно краткая статистика здесь доступна. Это наш флот, лимит и сколько имеется, и коррупция. Несчастье от нее, иммунитет, коррупция, то есть до 14 колоний у нас ее не будет, потом у нас будет коррупция иметь сами, ну уж куда без это. И здесь разные разделы, давайте-ка на них посмотрим, это сканер игроков, это дипломат, естественно, пока мы никого не встретили, она у нас не работает. И изучение проекта. Ну давайте, вводим имя кораблю, и тут мы дальше можем размещать уже вот в эти вот указанные слоты все, что нам доступно с вами слева. Притом каждый вид, как вы там понимаете, базовый ускоритель доступен нам только вот назад, то есть свои места для всего. Сюда мы поставили сами базовый ускоритель, сюда мы можем закинуть с вами, как видите, радар, и также раскидать малые боезапасы, грузовые контейнеры, боезапасы средние по другим отсекам. Все это, естественно, будет отражаться на крыльце листико корабля, позволит переносить больше груза, больше амуниции, больше солдат-пассажиров, больше топлива с собой возить. Ну и, естественно, тоже разные виды оружия у нас в будущем будут, но сейчас у нас доступно только обычное кинетическое оружие. У нас был способен защищаться. У нас теперь и груз доступен, и амуниция есть, то есть это как раз-таки вооружение для наших пушек и топлива в достатке. Видите, сколько по ресурсам требует производство одного корабля? Очень немало, в том числе денег. И давайте начнем исследование. Как видите, внизу 3 минуты и 3 секунды он будет следствовать. Достаточно быстро, понятное дело, что потом это время будет увеличиваться и доходить до больших значений, но пока у нас все при старте достаточно быстро. Здесь у нас информация о цивилизации краткая, то есть корабли разнообразные, чем они заняты, какие у них характеристики, сколько топлива, сколько жителей перевозят в модулях и так далее. То есть краткая сводка по всему. И вот оно, исследование. О да, давайте-ка наконец-то сюда перейдем. Достаточно хорошая и интересная вещь. Посмотрите на это дело. Исследований здесь на самом деле немало. Да, вам кажется, ну так-то их тут не переваливает за несколько-то сотен и до тысячи не доходит, но все дело во времени этих исследований. Видите, цена 33750 научной мощи. У нас изначально только единица. Да, она будет увеличиваться, как вы понимаете. Но крайние исследования будут требовать от вас очень много времени. Понятное дело, что не год, конечно, но днями, возможно даже неделями это исчисляться будет. То есть да, как я и говорил в начале, игра длинна. Зато это позволяет вам в течение дня зайти один-два раза по 5-10 минут, уделить основным механикам и все. То есть вам не надо тут сидеть часами, чтобы получить все возможные бонусы, чтобы каждые 10 минут там обновлять и заново отправлять на строительство. Игра в целом не требует от вас очень большого количества времени. Процесс здесь растянут, и благодаря этому вы сегодня 10 минут, завтра 10 минут, послезавтра, и так понемножку-понемножку развивайтесь. Скажем так, не напряг. Ну и да, начальное исследование, как видите, 0,1 всего-навсего требует, и у нас они требуют по времени 6 минут. Это, кстати, очень удобно. Давайте начнем с центра планирования. Тут также можно ставить в очередь, то есть не обязательно одно исследование, у вас ячейка на 5. И кроме того, потом можете еще запустить автоматический запуск кратчащего исследования, то есть вообще будет быстро. Вам не надо заходить после окончания каждого и обязательно ставить что-то новое. Нет, можно так наставить пятюню, потом поставить автоматически, и самые быстрые исследования у вас будут запускаться. Что, безусловно, удобно. Ну, давайте начнем. Первая колония. Минуту 20. Колонизировать. Отправим своего колонизатора. Также по поводу самого вида. То есть здесь можно все приближать. То есть мы видите, да. Галактику, все. И можно легко приблизить, к примеру, к нашему кораблю. И наблюдать за кораблем. Да, конечно, не прямо уж во всех деталях, но вполне себе. Вот смотрите, да, пираты в вашей домашней системе обнаружены. И они просто пролетают. То есть можно ввязаться с ними в бой, можно не трогать, выбор за вами. Здесь видно, что они к нам не идут, но можно вполне себе взять корабль и на перехват им пустить. По поводу строительства, как видите, вот у нас есть дизайн, который мы с вами создали. Нам показывают, что и чем заняты слоты. Сколько строится будет, сколько требует ресурсов и время постройки. 31 минуту. Это первый корабль. То есть подумайте, да, это не быстро. Давайте я, наверное, сделаю два... Да, даже два корабля не смогу. Ресурсов не хватит. Только один корабль пока можем. Ну что ж, погнали. Хотя бы один сильный БВ корабль у нас будет. И вот она. Наш колонизационный корабль пересек атмосферу этой планеты. Первая колония, которую мы с вами делаем. И, наконец-то, мы с вами приземлились на 2G планете. А такие небольшие, не мировые ролики, которые нам сообщают о том, что у нас новая колония. Давайте на нее посмотрим. Как видите, здесь 4000 населения. Да, то самое население, которое мы с вами на корабле и отправили. Все, оно заселилось. Здесь нам показывает, какой прирост. То есть 500 в час. Доходов пока здесь нету. Благодаря этому очень хорошо счастье растет. Да, можно налоги поднять, но туда есть и меньше счастья, и меньше прирост. Пока давайте-ка все-таки на прирост запустим, чтобы у нас под лимитик. Побыстрее все это дело росло. И вот у нас, кстати, начальная инфраструктура нашей столицы. Здесь очень много энергетики, космопорт, город-мегаполис. То есть стартуем мы реально классно. У нас очень мощная стартовая планета. Естественно, потерять ее будет обидно. Но зато удобно застраиваться. При таком-то раскладе. И здесь уже прирост, да, 925. Здесь уже счастье не так быстро растет, но у нас тут налоги стоят. И, как видите, неплохо деньжат нам приносит. Хотя, смотрите-ка, пираты остались на месте. О состоянии корпусов кораблей 120. А, у них топлива нет. 0 из 400. Все, пираты зависли. У нашего корабля топливо еще есть. Поэтому я такой, хопа, я вылетаю к ним. Периодически нам будут сообщать о том, что в лаборатории какие-то исследования прошли. Естественно, нас этим радует. И уже, смотрите, следующий уровень требует уже 25. Здесь всего-навсего по 5. На практику развлечений, к примеру. Да, технологии постепенно-постепенно будут расти. И под эти нужны придется застраиваться новыми фабриками, новыми зданиями. Чтобы можно было как-то нормально развиваться. При том, научные здания не так просты. То есть, давайте уберем это здание. У нас он появился. Центр научного планирования. Во-первых, электроэнергию потребляет немало. Но персонал 25 тысяч. Видите, да? И производство науки всего единица. То есть, очень мало. Стоит недешево. И постройка займет целый час у нас с вами. То есть, да. Целый час нам придется ждать, чтобы наука поднялась всего-навсего на единицу. Можем посмотреть с вами на сражение с пиратами. 41 секунду. Давайте-ка посмотрим. 5% всего мы с вами потеряли. Конечно, понятное дело, что корабльный корабль. Смотреться будет не так уж и пично. Просто периодически выстрелы. У нас, я так понимаю, энергии какой-то своеобразные. А мы больше именно боевыми такими, да? Кинетикой. Ну да, битва выглядит достаточно простенько. Я думаю, при большом количестве кораблей это будет интереснее. Кроме того, здесь доступны разные построения. И эти построения появляются, естественно, когда мы корабли объединим. Но, это не все. Здесь есть такая вещь, как, смотрите, обломки. Да, здесь обломки корабля, как раз, фражеского, пиратского. И мы можем их подсобирать. Вот они, как раз их описание, обломки после боя. То, что мы можем прилететь к позиции, нажать кнопку собрать. И можем сделать трансфер. То есть, 1200 ресурсов за раз забрать. Ну, а сама система, как видите, вот. Такой красотой выглядит, да? Вокруг у нас несколько разных систем, к которым мы можем отправляться. Естественно, следовать их. Никто нам не запрещает это дело делать. И я думаю, в Кенос можно уже отправлять кого-нибудь. Потому что здесь есть явно планета, на которой мы с вами можем селиться. Да. Не идеально, конечно, они желтые. Но вот эти вот две планеты, скажем так, с зелеными орбитами, нам с вами вполне себе подходят. И смотрите, сколько лететь. 45 минут и 30 минут. Но делать нечего. Давайте своих колонизаторов отправлять в столь далекое плавание. Ну, а обмен грузом выглядит так, что мы с вами можем из этих обломков чего-нибудь забрать. Ну, вот видите, 4000 почти фарсу. 125 зерила у нас. Естественно, как вы понимаете, мы за раз все не унесем. А вот несколько раз так вот туда-сюда курсировав. То есть еще, например, по 1200. То есть, ну, два раза, ну, третий еще чуть-чуть добрать. Придется слетать. То есть мы забрали с вами, выбираем вновь этот корабль и отправляем его на базу. После того, как мы с вами прибыли, выбираем опять же планету и все ресурсы просто выгружаем. Да, мы восполнили с вами боезапас, топливо нормально. Ну и все, можем дальше лететь опять забирать ресурсы. Можем даже выбрать, кстати, автосбор. То есть они самостоятельно все это делаются. А корабли-колонизаторы тоже можно использовать очень неплохо, а именно передавать население. То есть можем из основной колонии постепенно так вот народ перевозить. Это очень удобно, поэтому я один корабль, естественно, оставил. Да нам позволят достаточно неплохо развить поначалу эту новую планету, заселить ее большим количеством людей. У нас здесь уже, как видите, и трудоустройство хорошее, и рабочих рук достаточно, чтобы маломальски застроить нашу планету. Возвращаюсь спустя время в игру, и смотрите, вот так вот выглядит статистика. Размер галактики, сколько игроков, какой возраст, когда мой последний визит был как раз 4 часа назад, сколько колоний, сколько флотов, и сколько новых битв за это время. Есть такую небольшую статистику, даже в начале захода вы, хопа, и увидите. О, там битвы, о, там новые колонии. Ну, а мы возвращаемся с вами к игре спустя время, как я и говорил, то, что периодически, ненадолго заходишь, выполняешь задания, и на время ты опять свободен. Вот у нас две флотилии, и посмотрите, здесь нам доступно как раз таки управление флотом. Во-первых, мы можем посмотреть общее количество груза, которое им доступно, характеристику кораблей, их жизни, их состояния, уровень боезапаса, и выбрать поведение в бою. То есть цели, которые они будут в первую очередь выбивать. Можем сразу уничтожить корабль, улучшить его. Выбрать разнообразные боевые порядки, то есть построение клином, построение в шеренгу, построение диагональной линии, его же вообще кругом. Естественно, можно также делить флот, разнообразные вещи с ним проводить. Также вот тут сверху справа есть разные модули. Маскировка, обнаружитель, бомбардир, дезинтегратор, либо же минноукладчик. То есть мощные, большие флоты будут владеть своими особенностями, и они будут накладывать бонусы на всю вот эту вот флотилию вместе взятую. И, кстати, это время, ячейки исследований не пустовали. Смотрите, у нас исследуются они автоматически дальше. То есть как только заканчивается исследование, он автоматически нам ставит новые. Притом за это время не так уж сильно продвинулись, но на ум основные веточки начальных технологий прошли. Немного вперед, и в целом-то все. Ремонт флотилии происходит рядом с орбитой, космопортом, и смотрите, восстанавливается тот самый корабль, который в трех битвах с пиратами сражался, и на это уходит три с небольшим минут. Не так много, но с учетом, когда будут огромные корабли и большой урон, то вы понимаете, что вашему флоту нужен отдых. В том реально немаленький. Поэтому ввязываться в большие баталии нужно с умом. И с оглядкой на будущее. Кстати, если говорить поподробнее про разные корпуса, то у них есть свои спецлоты. У колонизатора это, как вы понимаете, колонизация, у скаута это двигатель, разведчик, который позволяет достигать достаточно большой скорости. Также у них свои показатели, сколько можно поставить разнообразного вооружения, модулей, притом СМ или Л-класса, то есть их размеры. Постепенно они будут улучшаться и достигать очень сильных уровней. Смотрите, технологический уровень 2, корвет. И смотрите, сколько у него особенностей. Жесть, да. При том, все эти корабли отличаются своей прочностью, уровнем, слотами для установки. То есть здесь подобрать можно под свой вкус любой флот. И вот так вот немало материала вышло по сути по базовой механике игры, по ее основам. И это только начало. То есть это еще не глубокое погружение, не дальнейшее развитие, где откроются новые виды флотилии, новые планеты. Империя будет разрастаться вширь. В игре еще очень много разнообразия, естественно, все в этот ролик не влезет. Поэтому в зависимости от того, как вам зайдет, понравится или нет, то можно будет играть и развиваться дальше. И в том числе развиваться вместе с вами. В игре есть такая возможность, как сделать инвайт-код на планету. То есть я создам два инвайт-кода для вас, и вы, зайдя с этим кодом, заспамнитесь на уже существующей моей планете, станете моим союзником и вместе можем развиваться. Интересная тема, на самом деле, которую можно развивать, строить свою великую Катградскую, знаете ли, такую империю в космосе. Неплохая тема. Эти коды будут в описании. Кто успеет, то ты, скажем так, заберет себе интересненькие планетки. Естественно, для этого необходима будет оригинальная игра, ссылку на которую, как я и говорил вначале, вы найдете в описании. В целом, мне было приятно поиграть. Я рад тому, что данный жанр развивается, новые проекты выходят, при том разработчики этих проектов активно общаются, скажем так, с прессой в кавычечках, то есть дают людям возможность играть, показать, более широкую аудиторию охватить это хорошо, ибо чем больше аудитория у игры, тем самим же разработчикам будет проще и игру развиваться, и самим развиваться и расширяться. А так, оставляйте свои вопросы по игре в комментариях, также те эмоции, которые у вас вызвал данный ролик, общая информация о том, что такая стратегия существует в онлайне. У меня с разработчиками связь есть, так что я могу передать им интересующие вас вопросы, и потом в следующем ролике вам на них ответить, либо же даже в комментах просто ответить сразу же, если вас прям что-то такое очень-очень срочно интересует, и вы желаете узнать об игре что-то новое, что не было показано в ролике. И на этом всем спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно, все ссылки вы найдете в описании, и увидимся в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok